Друзья, всем привет! А у нас сегодня роды. Смотрите, вот уже машина стоит, все приготовлено. Я постелил пеленочку, клеточку. Сегодня у нас рожает Шурик, а Александрия, в прошлом году от нее или позапрошлом были щенки от Шурика и Теда. Шурик находится у нашего совладельца Уани недалеко. Сейчас я к ней еду, мы забираем Шурика, едем в ветеринарную клинику. Доктор посмотрит УЗИ и там уже будет принято решение, будет ли сегодня операция и увидим ли мы сегодня щеночка. Но так или иначе вы увидите уже все очень скоро. Погнали за собакой и все узнаем. Ну вот, друзья, мы уже у Аниного дома ждем, сейчас ее с Шуриком и поедем в клинику. Ну вот, друзья, Аня уже принесла свое вот такое для щеночков, у нее такая своя корзиночка. Ну а вот и наша главная звезда. Аня, привет! Привет! Идем! Она так целое утро хотела гулять, а сейчас уже не хочет, уже все. Шурка, ты как? Привет! Ну, где машина? У нас сегодня новый транспорт. Я там все приготовил для комфортной поездки. О, тут у тебя такая красота. Целый люк, если что, можешь прям там принимать роды. Ну справишься, думаю, дальше, да? Вот так. Так, и открывай. Сейчас. Шурик, скажи, что за фигня? Сейчас, поводок сниму. Заходи. Ну, пока дрожать не должна в дороге, да? Да нет. Я думаю, что мы, в принципе, вовремя. У меня как раз, как в тот раз сейчас началось все состояние. Ну, сейчас есть УЗИСТ, Мева Инвера, но пока не вызываем по срочному. Но она на готове, если что, готова приехать к нам. А, кто? Да, там есть Татьяна, тоже УЗИСТ. Она сейчас все замерит, и мы все узнаем. Ну, хорошо, тогда. Ну, все, можем ехать тогда. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Так, друзья, вот Татьяна Александровна уже нас встречает, сейчас будет делать нам УЗИ. Вот Аня, вот наша Шурик, доставай Шурика. Да, она уже. Сегодня мы без Яны, Яна у нас тоже готовится уже. Через месяц будет следующий, возможно, скорее всего уже. Шурочка, иди сюда. Я здесь же? Иди ко мне. Все, сейчас посмотрим по УЗИ, что как. Сейчас. Вот так вот. Коровка такая у нас. Ну, да. Большая. Пойдем. Все, идем на УЗИ. Пойдем, Шурик. Подозревает. Да. Тут вы задумали. Идем, да-да. Какие-то предпосылки у нас? Конечно. Как обычно у нас предпосылки. Ну, уже дыхание, понемножечку схватки начинаются, беспокойное поведение. Вот. Девочка, а когда из куба... Они у нее целый день сегодня такие. Она не поймет, что происходит. Заходим, Шурочка. Иди сюда. Подушки нету, да, чтобы ее ложить. Давай вместе. Сейчас посмотрим, как у нас малыши-карандаши. Будем узнавать. Сегодня бились, они там устраивали пляски внутри. Лежит, лежит, как шарахнет кто-нибудь ее, подорвется. Побежала. Скажи, уже там, наверное, бьют, да? По почкам. Подушься еще здесь. Ну все, не надо мешать. Когда мы уже начали рожать прям в машине, это, конечно, было эпично. Прикольно. Ты же щеночка прям там, вот вам, пожалуйста. А потом второго в операционной, прям, еще не дойдя до стола. Красота. В принципе, она молодец. Один дома, один в машине, один в операционной остальные. Ну, что такое, что не нравится? Просто отдохни. Дай я тебе грудь почешу. Ну, пока не получается просто понять. Нет, я просто сразу несколько хочу позамерять, чтобы уже потом всех разом померить. Ну, как они у тебя переворачивать будем, да? Ну, и, в принципе, так плюс-минус-то стало. Где-то четырех померили. Сейчас мы посмотрим. Ну, пока что у нас 235, один. Хорошая. Давайте вот вы на себя также ее развернете в свою сторону. Ну, я единственное, что с этой стороны, да, лево, посмотрю. На спине ей нравится, может, так и понравится. Все, Вольфа, как умница, молодец. Все, полежу так. Ну, так скажи, удобненько. Тихо. Малыши, карандаши. Да, все нормально. Рано приехали, то не насильно рано. Ну, если у нее есть уже, скажем так, да, признаки первые, то я думаю, что это... Поворачивайся ко мне вот так, по чуть-чуточке. Чуть-чуть. Двадцать четыре. Так. 185 у нас есть. Да, уже пора. Ты сам за ней подъедешься? Есть один. Есть, да, товарищи, которые еще с бойким сердцебиением, а есть, которые уже, по-моему, готовы выходить. Наши, скорее всего, выходить. Да. Да. Такую ситуацию. Все, тогда вызываем мему. Я поехал за мемой первыми. Угу. Тогда мы ожидаем вас. Да, давайте ждем. Так, ну вот, друзья, все, приехала Мева Инверовна. Скоро будет делать операцию. Нас отпускают. Мы будем ждать новостей, что, как, как родиться. Пусть все будет хорошо. Ну вот, друзья, Мева Инверовна нас уже позвала, и мы сейчас увидим щенков. Пань, давай, ты первая. Так, друзья, вот мы уже здесь. Ой, как у нас дела тут? Кто у нас здесь есть? А, у меня есть. Так мало. Это все? Сколько? Сколько? Да, такая большая собака была. Ой, какая красота. Она не рушилась. Да? Да, она большая осталась. Она у нас просто толстенькая. Ну, посмотрим, кто. Давай посмотрим. Лиловая. Лиловая девочка. Мальчик? Да, мальчик. Мальчик. Сколько их всего? Четыре. Четыре? Четыре, прикинь. Мы там всегда стали. Девочка лиловая, лиловая подпалая. Да. Лиловая подпалая девочка. Ой, красивая, да. Хорошка. Да. Это голубой. Ничего себе такое пузо. У нас девочка. Голубая с белым. Возможно, будет краповая. И черно-белый еще. И тот же мальчик. Такая морда классная у него. Ага, опять черно-белый, да? Прям красивый. Да. Мальчик прям такой. Сейчас пойдем маму посмотрим. Пойдем маму посмотрим. Четыре, так неожиданно. Думаю, вообще, честно говоря. Как мама. Такие животы все. Нормально. Сейчас подложим кого-нибудь. О, глаза открыла. Они на тебя ищут. Да? Шурочка. Зайка. Как дела? Воды она хочет, наверное. Ты водички хочешь? А можно я сейчас воду? Да, что-то я смотрю, чем на воду. Ты же бежать собралась. А куда бежать? Не бежать, некуда. Сейчас будем кормить. Можно сюда поближе? Я, может, кого-нибудь сейчас ей подложу? Или не надо сейчас? Не, может, и может. Можно. Зато красивые. Очень красивые даже. Мало, но красивые. Да. Она просто, наверное, сама по себе большая. Нам казалось, да, ему много води было. Много води было, воды много было, да? Мы тоже думали, что больше, на самом деле, ожидалось, чтобы... Пожалуйста. Я такой, я не говорю, там, наверное, как минимум, как в прошлый раз, девять. Да, я тоже думала, наверное, штук семь-восемь. Живот не меньше, чем в прошлый раз. Да. Чуть-чуть вот так положу. Ладно, распачкается. Вот так вот. Удивительные чудеса. Вот здесь только в одной сиське молоток. Привет. Тебя что, знакомить уже? Рано еще знакомить? Наверное. Витьки. Витьки. Тихо. Тихо. Давай, попробуем девочку покорить. Сейчас Яна удивим. Чего ты еще родишься такой маленький на меня? Вот, и сисья твоя. У нас было в последний раз наоборот. Мы ждали двух, трех, четырех, а вы нам тогда девять родили. А здесь все наоборот, в обратную сторону, да. Мы были удивлены. Давай, ну, все. Давай, ну, конечно. Все равно четыре красивых, два мальчика, две девочки. Все, вот, Шурочка. Потом посмотришь своих детей. Они не очень-то и голодные у тебя. Ну, все, потом, значит, не хочется. Ну, не спеши, ладно. Да. Температура у нее уже в норме. Можно уже скоро ехать, да? Да. В принципе, можете забирать. Мы посмотрим. Температура стабильная вам. Ладно, тогда собираемся. А можно будет что-нибудь тепленькое, водичку взять? Сейчас давай, да, понюхать. Как она будет? Ну, она обычно не дает. Ну, они другие. Ой. Ну, все сразу. Это же какашечки. Я же помню год назад. Ну. И она через руки дает. Ты смелей. Она же знает, что такое. Конечно. Ну, ладно. Может, наоборот, заведется слишком. Давай пусть доедет до дома. Не очень хорошо знает. А то будет там из клетки у нас сорваться к детям. Все, хорошо. Молодец. Ну, голова, конечно, ребят, у нее шикарная. Она дочка Сильвера, да? Да. Дочка Сильвера и Дива. Голова у нее прям почти как у Сильвера, я могу сказать. Такая активная проснулась, шурупчик. Но воды надо будет ей попить. Ну, попроси, Евгения, можно воды. Воды можно ей попить? Нет, пока не надо. Нет, да? Да, уже доедете, потом попить. Она капельная получит. Угу, хорошо. Понятно, Евгения, спасибо. Ну, давай мы ее тогда сзади в машину. Я пойду оплачу тогда сейчас. Хорошо. Подкатись сюда, я детей твоих порассматриваю. Так, Аня еще раз решила посмотреть. Давай. Ну, конечно, лиловый триколор – это всегда красиво. Как ни крути. Девочка. Да, в прошлом памяти была такая же девочка. Лиловый триколор, да? Нет, не такая же. Ну, окрас такой же. Ну, окрас лиловый триколор, он не может быть другим. Ну, да. А этот без подпала, по-моему, но может еще проявится. Может проявится. Ну, там прям сразу видно. Может проявится. Вот здесь как будто что-то есть. Ох ты, господи. Ну, смотри. Ну, смотри. Сразу слышим характер. Сразу слышим характер. Кефирчик вон там или это девочка. Кефирчик – девочка. Кефирчик в этот раз и ряженка колючка. Ага. Ну, здесь бордо мне прям вообще нравится очень. То будет теперь любимка, наверное. Ну, черный, да. У Бианки тоже есть. Ну, прям такой. Весь мальчик черный. У Бианки, девочки. Ну, очень красивый мальчик. Сейчас я приготовлю им. Давай, держу. Будем их перелаживать. Смотрит. Друзья, ну все. Нас отпускают уже и мы перекладываем щенков. Они уже сделают теплую грилочку. Да, собираемся домой. Все, смотрим еще раз на всех красиво. Черный мальчик. Я уже запомнил, кто есть, кто. Это лиловый мальчик. Да. И две девочки. Это сразу имя Кефирка пришло. Да, потому что мальчик был в предыдущем памяти такой же. Ну и любимица, королевица лиловая. Все. Относим тогда Шурика в машину. Да. Шура уже очень на детей ориентированно смотрит. Ну, конечно. Учитывая, что ты ей дала уже их даже полизать, то она уже хочет сама за все это приняться. Хочется. Все тогда. Относим всех. Относим, едем домой. Да. Потом через несколько дней придем к Ане, когда щеночки откроют глаза и посмотрим, как они подросли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, все, мы собираемся. Гали? Да, давай, Ань, едем с тобой домой, а тебе спокойных ночей, чтобы мама Шурик сама все делала. А ты только... Ну, в этот раз шинки крепенькие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их мало, поэтому все... Весь уходит твое внимание. И Шулика за ними будет. Да. Все, давай. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА